Палата представителей ранее приняла Украина продолжит реформы. Об этом сказал президент Петр Порошенко после телефонного разговора с главой МВФ Кристин Лагард. Стороны договорились создать дорожную карту наиболее приоритетных направлений. Кристин Лагард назвала разговор с Петром Порошенко конструктивным. Напомню, накануне она заявляла, фонд может свернуть программу финансирования Украины, если не начнется реальная борьба с коррупцией. Заявление Лагард поддержали страны Большой и посол США в Украине. Засуха на Гаите длится уже четвертый год. Она принесла в страну голод и усугубила нищету. Реки пересохли, сельскохозяйственные поля иссушены. Фермеры три года подряд теряли большую часть урожая. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Засуху усилил и климатический феномен Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды на поверхности Тихого океана в его экваториальной части. В одни регионы Эль-Ниньо приносит избыток влаги, а другие лишают осадков. Нынешний феномен Эль-Ниньо, который начался в марте 2015 года и в декабре достиг пика, наверное, самый сильный в истории. Он утихнет к середине 2016 года. Но его последствия будут чувствоваться еще весь 2017-й с широким географическим охватом. Ситуация с продовольствием на Гаити за последние полгода ухудшилась в два раза. По данным Всемирной продовольственной программы, около 30 миллионов населения страны в той или иной степени не хватает еды. При этом около полутора миллионов гаитян страдают от хронического недоедания. В некоторых районах голодают до 70% населения. Засуха лишает людей рабочих мест. В сельском хозяйстве задействовано около половины гаитян. Если этой весной не пойдет долгожданный дождь, то Гаити ждет четвертый год почти без урожая. Первоклассники одной из боснийских школ учатся языку жестов. Делают это ради полноценного общения со своим соучеником. Мальчик от рождения не слышит, но по законам страны может посещать обычную школу. Когда встал вопрос, как с верстником общаться с ним, один из родителей предложил на ней специалиста по обучению языку жестов. Мы должны были так поступить. Это было необходимо. Зейд пришел в наш класс. Он красивый и умный ребенок, но он не слышит. За обучение платят сами родители. А малыши рады тому, что могут общаться с другом. Я учусь языку жестов, потому что хочу говорить с Зейдом, а также с другими слабослышащими людьми. Несмотря на то, что законы Босни и Герцоговина дают право детям с ограниченными возможностями посещать обычные школы, специального финансирования для удовлетворения их потребностей не предусмотрено. Мама Зейда говорит, им просто повезло, что родители одноклассников такие отзывчивые. Зейд стал намного счастливее. Он радуется, идя в школу. Сейчас он упорно трудится, чтобы научиться языку жестов и вербальному общению. Обучение языку жестов, проходящее в кругу одноклассников, повышает самооценку мальчика. «Теперь он имеет моральную поддержку в своем окружении. Он видит, что каждый хочет поговорить с ним, учиться его языку. Это также мотивирует его самого больше учиться. Стимул стал для него очень сильным, и это самое главное». Новый предмет настолько понравился детям, что они учат языку жестов своих родителей. А учителя считают, что его необходимо включить в школьную программу. В процессе обучения дети проникаются пониманием и сочувствием по отношению к людям с ограниченными возможностями.